Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение книги Иисуса Навина, и сегодня мы будем читать 18 главу этой книги. Здесь говорится о том, как Иисус ставит скинию, то есть шатеры, ковчег завета, в Силоме, и о разделе оставшихся земель, также о землях, принадлежащие племени Вениаминову. То есть походный храм размещают в Силоме, и там он будет стоять достаточно долго, до времен царя Давида, когда царь Давид сделает перенос всех святынь из Силома именно в Иерусалим, после того, как он освободит Иерусалим. Все общество сынов Израилевых собралось в Силоме и поставили там скинию собрание, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших. Иисус Навин не без оснований упрекает их, потому что если уже в Силоме святилище стало таким стационарным, уже совершаются обряды, богослужения, жертвоприношения, то надо с большей силой уповать на Господа. Если Господь обещал, что эти земли будут их, они должны проявить мужество. Ибо Бог не хочет спасать нас без нас. Здесь без синергии, без сработничества с Богом ленивые вообще ничего не добьются. Как сказано в Писании, немножко поспишь, немножко подремлешь, немножко сложа руки посидишь и не заметишь, что как прохожий придет бедность твоя. Поэтому его упрек, он имеет основания. Дайте от себя по три человека из колена, я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне, пусть разделят ее на семь уделов. И Юда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере. И вы распишите землю на семь уделов и представьте мне сюда. Я брошу вам жребий здесь, перед лицом Господа Бога вашего. Почему он подчеркивает, что он жребий будет бросать перед лицом Господа Бога. То есть в Силоме, в Скиния, Ковчег Завета. То есть он будет бросать жребий перед этим святилищем в Силоме. А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть у дел их. То есть дело священнослужителей – прежде всего служить Богу. А бизнес и все остальное – это в последнюю очередь. Этим должны заниматься в церкви те, которые осуществляют служение дикании, но не священнослужители. Агаджи, Рувим и Полуколена Монасина получили у дел свой за Иорданом к Востоку, который дал им Моисей, раб Господин. То, что часто по ходу чтения книги Иисуса Новина повторяется вот это обстоятельство, наверное, в то время это было актуально. Чтобы закрепить право этих людей, которые были в южной части на границах Святой Земли по ту сторону Иордана. Эти люди встали и пошли, вдохновленные наставлениями и вразумлениями Иисуса Новина. И Иисус же, подошедшим, описывать землю, дал такое приказание. «Пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жребий пред лицом Господа в Силоме. Они пошли, прошли по земле, осмотрели ее, описали ее по городам ее на семь уделов. А в книге и пришли к Иисусу в стан, в Силом. И Иисус бросил им жребий в Силоме пред Господом, то есть пред Копчегом Завета или перед Скини, в глазах вождей колен, и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их». Дальше перечисляются границы племени Вениаминова. Мы прочитаем, что здесь сказано в начале. «Первый жребий выпал колену сынов Вениаминовых по племенам их, предел их по жребию шел между сынами Иуды, между сынами Иосифа. Предел их на северной стороне начинался у Иордана и проходил предел сей подли Иерихона севера и восходил на гору к западу и оканчивался в пустыне Бефавен. Они получают некое первенство, опять же, это могло быть связано с жребием, когда Господь показывает, что есть разница между коленами, есть разница между отдельно взятыми людьми, каждый получает то, что он заслужил своими усилиями. Божественная справедливость не смешивает нечестивых с праведными. Итак, сегодня мы сделали обзор 18 главы книги Иисуса Навина. В следующий раз мы будем делать обзор 19 главы этой книги. Спаси Христос, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok